Друзья, первая карта стартует, Na'Vi против Fnatic, товарищ Слэм в данный момент закачает себе карту, он как всегда подготовился. Нет, я-то подготовился, просто я думал, что здесь все-таки у Вилатов все должно стоять, но у него Counter-Strike походу так для вида стоит и... Ну что такое? Ножи, ножи, смотрим на то, что происходит. Ну вот Ник Членя просто ломает мозг. Членя, ну что поделать, Есенин решил немножко так... Натяйте КАЕС и нагибайте шведов. Ножи, я думаю все-таки, я кстати ставлю, что здесь будет 3 карты, мне так кажется, потому что Na'Vi одну могут проиграть. Вообще Na'Vi такая команда, которая, не знаю, то ли специально хочет проигрывать одну карту, но выигрывать 2-1, то ли это какая-то магия, не знаю, украинского Counter-Strike. Ну посмотрим, как здесь фишка ляжет. Na'Vi защита, атака Fnatic, друзья, будет сейчас серьезный пистолетный раунд. В принципе, 50 на 50, я обожаю эти раунды, вообще наблюдать. Вот я уже зашел, да, все на ХЛТВ, все окей. И можно смотреть. И матч БО-3, напомню всех, даже пока не доработали худ, не буду там писать по центру возле таймера 0-0, 1-0. И так всем понятно, все смотрят эту жару и все началось, друзья, вам удачи. Началось у нас, точнее продолжается наш вечер киберспортивных трансляций. И ждем мувиков. Пуш, Старикс, уже пошел банан. Там же рядышком Эдвард и Маркелов Пуш по центру отдали котов. И по подвалу идет Дачанин Фриз. Так, ну Фриз будет запирать. Сейчас Аплент, Карн открывает. Минусы Эдвард есть от него на медле. Хорошие. Начало для Фнатик. Ну и уже Аплент выходит сверху. Попытка разыграть котов. Подсадка на ящик. И сейчас будет чек. Плент А в рыб. Там защита, кстати, приходит по линии. Они уже за Аркадия Лизб. Плент А выходит в линию. И это будет закидка. Скрипт, скорее всего, хорошо должны принять. Но открывается первый член. И его сразу же моментально насаживает Моди просто своим юстом. И это реализация купленного девайса. Старикс еще дал минус. И бомба стоит. Сережа заиграл. Старикс, Фриз. Ну вот, с Фризом будет сложно. Двое в одного. Что сложно? Старикс и Зевс должны сейчас просто испепелить его. Куда убежал Старикс? Что такое? Ой! Ну вот как? Ой-ой-ой! Как так неаккуратно? Что же делают Нави? Просто зачем они побежали? Непонятно. Старикс развод на Дефьюз. Дергает второй раз. Выходит на Фриз. Застреляется. Добивает. И первая пистолетка за Нави. У Старикса есть Дефьюз. И все вроде бы как. Сколько фрагов дал Старикс? У меня Х2 сейчас неправильно сработало. Сейчас. Сейчас пока. Покажу. Просто Сережа минус 4, по-моему, дал. Или Эйс? Я не могу понять. Сколько? Скажи мне. Это минус 5. Эйс. Это Эйс плюс бомба. Ну и капитан от капитана. Он показал, как надо капитанничка своим соперникам. Карн завидует, наверное. Тихо-тихо в уголочке. Но играть надо продолжать. Матч будет жесткий. Очень-очень жесткий. Все-таки пистолетный раунд. Это не вся игра. Но начало. Начало хорошее. Это самое главное. Пока напомню. Заходите в чатки. Берарена ТВ. Группа в Стиме. Можете ее найти по поиску. Достаточно быстро. Также мы вас считаем в приложении ВКонтакте. Ссылку можете найти на странице ТАФИ. Или на МАЕ. Я пока, кстати, сейчас займусь тем, что ее как раз-таки выложу. Вот это да. Начало такого матча. И сразу же мувики были. Конечно, очень интересно. Решение от Фнатик. Два АКМа. Три дегла. Это бай по поставленной бомбе четырем минусом. Сеня дал минус подваль. Минус два. Он развалил обоих. Что происходит? Выход Модина Котов. Там Маркелов уже с Фамосом принимает. Чек-центр. Минус. Хэдшот. Ну просто разрыв сейчас. Очень хороший разрыв в исполнении ребят из команды. Натус Винсер. Очень уверен начинает Тускан. Ну вообще, конечно, красавцы. Молочаги. Вторая карта Трейна. Если понадобится будет Дедаст 2. Моди в центре дает враг. Давайте за ним посмотрим. Так. Ну вот Старик сейчас 16 гп. Коты должен там закрывать. Ой, какая страсть. Сейчас Гукс 1 в 3 как бы не выиграл. Ок. Минус членя. И уже один на один. Старикс. Гукс. Гукс каналка. Интересное решение, кстати. Хороший ход может быть. Вот там как раз был Маркелов, по-моему, плотный. И два красных. Вот зачем кто-то в штук отдался-то? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Друзья, про Тэч Лапс, про финалы, что, где и как, мы поговорим после матча. Пока просто смотрим полуфинал. 18 марта в Москве финал. Все. Итак. Гукс. Бывает со скрипа. Но это полная инфа для Стариксу. 10 секунд. Смотри, как Гукс ставит бомбу Стариксу. Ой, подмастил, подмастил Попа и сел к Стариксу. И в итоге еще один раунд за нами. Это просто бесплатная какая-то акция от команды Фнатик. Сядь попой и подари очко. Слушай, ну на самом-то деле, не оценил, конечно, твое то, что ты сказал. Но Старикс, капитан, дарит уверенность всей команде. И, опять же, можно менять ник на колон. Членя купил себе шприц и будет сейчас пытаться их мазать. Маркелов, Маркелову дал. А, Маркелов типа решай. Сейчас опять такая будет моменталочка по центру. Хоп, и в голову получит. Мало ли, мало ли. Друзья, на Ютубе уже появляются матчи. Вчерашние, кто не видел, вы можете это посмотреть в повторе. Записи вчерашней игры Керченет. Вторая без последних раундов. Смотри, что на втором квадрате творят сейчас матч. И оба матча из Кави и Форд. У нас пауза в игре. Нет, случайно кто-то нажал. Фнатики снова с девайсом, одним АКМом, четырьмя деглами. Судья напоминает всем писать повки. И вот Моди. Что ты скажешь о Моди Слэм? Ну, Моди это Сильвестер Моди Сталлоне, как его называют. Комьюнити в Европе, потому что он похож на этого известного великого актера. Ну, зовут его на самом деле Андреас. Фамилия его Фрид. Это очень скилловый игрок, в одно время выступавший за коллектив Митю Мейкер. С Капитаном, который был, кстати, некий Зет, некто Зет, который достаточно известный, олдскульный шведский про-геймер. Именно вот в дисциплине Counter-Strike. И потом Моди ушел из учебы. Из команды Мим играл Миксы. Но потом мотивация вновь к нему вернулась. Он попытался собрать команду. И примерно где-то год они играли под тегом ESC вместе с двумя норвежцами. Такие Кэлли. Пронаксом и Баром. Ну, пока ты это все рассказывал. Сережа, я даже не стал перебивать. Сережа там четко принимал СВП. По итогу там еще Гзист помог. А, вот. Вот теперь нужна пауза, потому что кто-то из шведов еще его выкинуло. А, ну вот перезашел. Перезашел. Пауз Айбл. Пауз Айбл. Ты знаешь, этот friendly fire, там, team kill. Один стоял, убил своего, кикнул. Ну, правда, не Гзист, к сожалению. Ну, ничего. Подтроил, подтроил. Вот я помню, раньше были правила, когда играли вот карты еще не на бомбу, а играли на заложников. И там стояло вот 13 заложников, можно было убить. И все прекрасно считали, потому что один игрок в команде был, бомж назывался. У него никогда не было денег, потому что он все время вырезал заложников, и атака просто пряталась на любой карте. Ух. Эх, былые времена. Ну, да ладно, выход, катей, смотрим, зашведываем. А теперь здесь шторм за фронт от команды Fnatic. И минус от Маркелова, еще граната. Ой-ой-ой, членя, что творит? Ну, он просто с варенья, Сеня, конечно, молодец. Разобрался, вышел четко. И главное, что не потеряли лидивайсов. Начало великолепное в этом матче. Нави выигрывают 4-0. И это только первая карта. Я думаю, они будут продолжать выжигать. Да, я пока что начинается раунд. Просто напомню всем время быстро, во сколько будет играться второй матч. Оно у нас показано во всем. Просто в сом поясе, под сету. И, конечно же, оно показывается у нас по киевскому времени и по центральному. По московскому также все есть. Следующая игра СК Керечне, тоже БУ-3. Все сегодня будет. И между картами еще посмотрим вторую половину Нюка. Повку, Бондика, концовку последней раунды. То, что мы не видели. Возвращаемся в эфир. Уже к Эдварду на зигзаг можно идти. Здесь дефолт от ФНАТик. Трое перед катами. Двое на ноле. Ну и довольно-таки дефолтный раунд от команды НАТО. С Финсером играют через одно ООП. У Сережи оно находится. И Сережа поменял позицию. И занял сейчас на варенье. Потому что, ну, часто ждут его уже шведы. Его на банане. Уже, в принципе, там, наверное, операция антистарик спланируется. Ну да, тут они сейчас такой замут могут интересно изобразить. Ну, ждем контакта просто пока. Вот смотри, Карнгзист. Да-да-да, я наблюдаю за ними. Там сейчас начнется интересный расклад. Вообще, если будут вырубать. Ну, перекрывают. Кстати, Навик как раз-таки. Они скрип, грубо говоря, отдадут сейчас. Тут единственный, кто может противостоять, это Сеня. Но, с учетом того, что еще из Котов пойдет Пуш, я думаю, попытаются разорвать двоих типов. Смотрим. Вошел выход. Моди минус. Минус Эдвард. Интересно. Но ты на налево спину еще смотрел. Болеем за Сеню. Сеня, прожим. Минус один есть. Плюс Зевс, минус фриз. Хорошие потери для Матик. Варень в центре дал фрак. Видит, есть. Минус Карн, Гукс, Коты. Сеню Пуш, но Зевс здесь просто не пускает. Слушай, пока без шансов для Фнатик. Навик великолепно защищаются. И вот выбор атаки пока что не помогает шведской команде. Но не будем забывать, что Моди только недавно присоединился. Но он очень много тренируется. Там наигранных в Стиме за последние две недели. У него больше всех, по-моему, у кого есть. У него, наверное, сейчас будет вот Трейс и Моди, наверное. Они сейчас в онлайне, в КСе больше всех находятся. И тренируются ребята. Ну, да. Стараются быть как Ромушки. Ну, я же тренировался, что? Ну, здесь полуфинал. Тут уже поздно тренироваться. Здесь надо играть как можно лучше. Так, АВП Дуга. Старикс промазал. Эдвард закрыл Моди. Слушай, какая тенденция получается интересная. Эдвард Моди, Моди и Эдвардс. Там и Сережа. Смотри, на поджим. Сейчас пуш 0, да. Старикс уходит. Ой-ой-ой. Открывается второго террора. Дугу прочекали. Чек центра. Там Сеня минус Карн. Игзис красный. И пытается Сеня дальше давать напряжение такое оказывать на оппонента. Дигл берет, диск выходит, убивает. Да ладно, Сеня не попал ни пули. На центре Маркелов не успел проще забрать. Действительно надо было простреливать сразу. Боялось спасения, видимо. Попаясь. И вот смотрим за Гуксом. Он подло выходит в эту паузу. В зигзаг. И его здесь не ждут. Эдварда ждут. Жмут на банане сейчас. О, вот он. Минус один. Минус два будет от Эдварда. Он знает, что есть игрок в упоре. Убивает его. И в итоге Гукс остается последним. Но у него есть такой перевес легкий. Потому что он прошел по Дуге в спину. К Эдварду убивает его. Но в итоге дает сейчас Эдвард важную информацию. И Гукс уже понимает, что его пушит с медла. Подбирает пакет. 39 секунд. Попытка уйти на Дугу. Но его там уже ждет Старик с ВП. У меня повисло ХЛТВ. Геймпендинг. И, видимо, это пауза после раунда от Фнатик, скорее всего. Потому что это очко вряд ли они взяли. Хотя, если Гукс разобрался, то все могло произойти. Не, ну мог разобраться. Конечно, мог разобраться Гукс. Но не думаю. Надеюсь, что нас не будут преследовать те проблемы, которые были вчера. Украинские дидосеры, как по сообщениям поляков. Именно украинцы дидосили вчера сервак. Из Украины шел дидос, ладидос атака. В общем, задидосили сервак плотно. И мы с трудом просто досмотрели матчики речной. Я не хотел бы сегодня этих проблем. Хотелось бы посмотреть прикольные матчи. Минимум 4, максимум 6 игр сегодня будет. Завтра, друзья, у нас, возможно, будет какой-то перерыв в трансляциях. Возможно, Игорь выйдет в эфир. И транслирует, как он, быстро прохождение Марио. Может быть. Можно, кстати, посмотреть, что завтра. Я вообще завтра думаю вечером. Если будут какие-то матчи интересные, например, на ЦБ Нейшнс, то я обязательно прокомментирую. А так, я бы завтра хотел посвятить Блдлайн Чемпионшип. Возможно, с вами. Это воскресенье, да. А я хочу в субботу Блдлайн Чемпионшип поиграть. Вместе с тобой желательно. И можно было бы сделать трансляцию интересную. А, ну пошпилим, хорошо. Вот, можно было бы поиграть, поприкалываться и уже знать, что к чему. Чтобы завтра, чтобы в воскресенье разобраться. Да, скоро будет Садладдер. Это, конечно, самый часто задаваемый вопрос нам, наверное, сейчас. Когда, когда сайт, ребята, там сказали, Миша, все фигня, давай сначала. Ну и начали делать сначала. И, ну, я, конечно, троллю там, там все. Два года уже, там, два с половиной, это наша идея, которую мы выносили, выродили. Даже три или четыре давно хотели там все сделать так, как будет. Но вот только сейчас пришли к этому. И я думаю, через там две-три недели появится уже, наконец-то, появится первая бета-версия. Ну и потом будет дорабатываться в течение сезона. И под лето у нас будет мега-проект мультиигровой. Будет не только Counter-Strike, будет Point Blank, Bloodline, будет Dota 2. Я надеюсь, что будет StarCraft, и во втором сезоне мы добавим КС. Будут Викинг-капы, как на ВД-арене, будут фаст-капы. Возможно, будут и матчи на деньги, и валюта на сайте, и все, все, все. Опять же, ну, под КС нужно очень много серверов, чтобы автоматом вам давало сервер, и вы могли играть, там, рендомы, подборы игроков. Максимально удобно, чтобы была в процессе. Ну, там, на самом деле, там столько идей. Я как посмотрел ТЗ, там, это на 1700 с чем-то страниц, я понял, что все будет нормально, но нужно немного подождать. Что ж с матчем-то у нас Дмитрий. Дмитрий Гордейко из компании TechLabs всегда нам помогает в этом деле. Он следит за всем чемпионатом. И вот нам сообщает, что Сережа Starix повис. Дим, тебе большое спасибо, что ты про наш стрим не забываешь. Да, и теперь мы можем рассказать про TechLabs, про финалы. Это будет такой, ну, я бы сказал, был суперфайт, потому что в торговом центре Мега Химки. Это все произойдет. 18 марта. Это уже следующая неделя, следующие выходные после чемпионата мира. Ну, как, в Москве или в Химках? Ну, в Москве будет. В Москве. Давай говорить в Москве, потому что все-таки город Москва. Да, будет финал вот этого турнира. То есть мы сейчас узнаем, кто выйдет в финал и кто поедет в Москву. Победитель пары Na'Vi Fnatic и победитель пары SK Kirchnet. Привет, москвичи, возрадуйтесь. Возможно, к вам приедут СК. Возможно, к вам приедут СК, а возможно и Fnatic. Ну и Na'Vi, и Kirchnet. Если будет Na'Vi и Kirchnet, вообще в Москве, это, конечно... Это будет прикольно. Это будет прикольно. Здесь есть лифтинки прииграть. Также будут там мега зарубы по Board of Tanks, по Bloodline, по Point Blank, по Dota 2, будет V-Lat. Ну, вообще шикарнейший будет TechLabs кап-финал. И, опять же, россияне давненько не было такого в Москве чемпионата. Поэтому, я думаю, будет круто приходить. И мы с ТАФой, естественно, там тоже будем. В Мегахимке. В Мегахимке. И вы сможете купить нам там пиццу. Кто-то просто предлагал купить нам пиццу. Когда я смотрел демки, вот я так намекаю. Ледро пиццы. Ладно. Ну что? Что случилось? Повис Старикс, друзья. Повис Старикс. Ждем, когда... Ну, Химке это не Москва, но мы тоже говорим. Ну, для европейцев и для... Да всем понятно, что... Не, не знаю. Химке станет Москвой через два года. Или через год. Сейчас Москва захватит, там юбку дорастят до Москвы. И... У-ху! Она станет три раза больше. Но об этом попозже. В пять она раз уже больше должна была стать, судя по тому, что насколько она огромная. Так. Need invite кому-то тут. Вот кто-то все invite и просит. Сережа перезапускает просто чит команды Na'Vi. Да. Членикс. И сейчас подрубит. И, наверное, Na'Vi продолжит свою доминацию интересную. Над врагом. А, скайп-шоу спрашивают. Будет ли скайп-шоу? Друзья, да. Ну, вот у нас просто сейчас в данный момент вот так все вот сложно. Нас тут выгоняют со всех студий, всех комментаторов. Нам тут вроде бы новый офис должны дать. У нас там будет... Мы просто как цыгане, которые приехали работать и бегаем с системниками из кабинета в кабинет. Да, да, да. И не знаем, где бы нам сесть с проводом и покомментировать. Да, завтра вообще вы можете у нас увидеть, как будто мы будем комментировать со сцены. Я не знаю. Из зала там под желтым можем сесть. И реально, кстати, я уже придумал. Можно просто... Все, продолжаем смотреть. Гукс 1-2. Старикс не выходит на второй выстрел. Гукс на точке. С Сережа аккуратно. Сним Маркелов. Сережа не убил, оказывается. Сережа не убил, Маркелов далеко. А Гукс, посмотри, Гукс сейчас будет пронюхивать, пронюхивать. Ну, конечно, конечно. Подкачался, можно брать теперь раунды на отца. Выходит за туалет. Ставится бомба. Бомба поставлена. Ой, Маркелов упустил, конечно, из виду. Сейчас ожидал дальний выход. И Гукс 1. Напряженный момент. Опасный момент. Просто минус Старикс. Старикс пляшет. 1 на 1 Маркелов. Ну, не надо было до такого доводить, конечно же. Не-не-не, Марик, по идее, не простит. Хотя... Но бомба уже сильно пищит, и Гукс никак не зашел. Гукс под палатку падает. Марик, Гукс, все. Простит. У Гукса контроль. Гукс, красавчик, конечно. Ну что, вот и праздник на шведской стороне. Все-таки нам ведь тоже много раундов вытягивали. Но сейчас, конечно, абсолютно нелогично. Гукс 1 в 3 вытягивает. Две минуты, и ребята просто бодрячком. Вот собрались, называется. Ну, тупом Таффе сделайте low quality, друзья. Ну, вообще оно там сделано. Ну, давайте попробуем, попробуем вам подшаманить его. Так, что-то происходит на HLTV. Я просто пока что не понимаю. Тут поменялись ники у всех куда-то. Зачем-то? Зачем же? Не, все окей. Вот появился Сережа, Старик, все он на сервере. Даже можем смотреть за ним. И давайте смотреть. К нему идут по банану. Сережа с ВП, Эдвард, Зигзаги. Здесь успеет хелпануть. Старик с минус Гзиста. Перекрывает Гзиста. Фриз в ответку. И в итоге АВП на ВП разменялись. Четыре в четыре. Прорыв. Фриз. Четыре в три. Как он дал? Фриз это фриз. Эдвард съет его. Эдвард съет покусает понемножечку. Ну, фриз он. Слушай, эти датчане какие-то не знают. Что трейс, что фриз. Они реально два unstapable человечка, которые давят просто с ВП. Им без разницы в кого, куда стрелять и как. К нему он просто убивает. Самый-самый опасный, неподходящий просто момент. Да, жесткие эти ребят. Ну, вообще датчане молодцы. Все-таки я скучаю за МТВ, друзья. Согласитесь со мной, что МТВ это... Это, конечно, команда, без которой нам не жить. Да, увы. Нет этого коллектива больше. Нет больше датского флага в топе. И нет датской команды. Ну, что с этим можно поделать? Ну, что? Фначик сейчас будет атаковать. Экараунд от команды НАТО Свинсор. Укрепление котов на 2, на 3. 3А играют, 1Б, 4А. И, по-моему, кто-то там даже пошел в канал кутусоваться. У меня карта немножко не пофикшенная, конечно. Ну, и тут уже контакт коты пошел. Моди первый минус. Маркелов дает разменчик в этот момент. Открывается у нас Гукс по центру. Хорош, Сережа. Он тоже должен был ключевой. Сережа Старевс, как видим, не простил Гукса за предыдущий раунд. Сразу поставил хедшот. Но раунд от этого ближе не станет. Эдвард последний. Ну, и Моди с ним расправляется на КТ Респауне. Счет становится 5-3. Пока что все еще в пользу НАВИ. ФНАТИК решили брать раунд за раундом. И, может быть, оторвутся. Так, я, друзья, рестартовал low quality. Не знаю, насколько это сейчас с вами сработает. Но, надеюсь, сработает. И оно заработает. Но, в любом случае, после матча сделаем старт-стоп. Итак, продолжаем смотреть. Первая карта. НАВИ, ФНАТИК, полуфинал, техлапс, кап. И уже к Эдварду идут гости моди. Итак, что делают шведы? Два на нуле. Один вышел зигзаг. Это был в Моди, конечно же. Ну, и двое держат единицу. У нас два дэшечка, кстати, от НАВИ. Поджим котов. Тоже можно посмотреть. Ну, как-то легко. Моди Эдварда убрал. И тут поджим сразу. Пуш от НАВИ пытаются меньшинство отбить и сделать снова равное количество игроков. Вот уходит сейчас Форест. Экзист тут за углом ждет парней. Ну, бы дождал минус. Три в четыре. Преимущество сохраняется. Опасный момент. Опасный момент. Смотри, банан пойдут. Да, там Сережа... Ой, сейчас Сережу поймают. Ну-о-о, фриз же! Какой он беспощадный просто. Вот реально наказывают. Просто наказывает сейчас. Ну, а что? Сеня видит игрока. Опасно. Ушел. Зевс. Зачекал. Хорошо, что выскочил Гукс. У Моди ответил плотно, конечно. Ну, тут уже не отбить просто сейчас. Сене ничего будет. Сеня пошел там агрессивно что-то попытается сделать. Отбить свой Кольт. Ему в любом случае придется засейвить как вариант. Вот Сеня интересный сейчас здесь играет. Посмотри, пожалуйста. Это, конечно... Ой-ой-ой-ой! О-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ло-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Врасплох как-то было фриса, но он опять не простил. Слушай, кстати... Посмотри, где был Форест. Он мог сейчас реально... Ну, не знаю, хватило бы ему там, может быть, полсекунды не хватило. Но если бы он фриса замочил, побежал, начал битьевпузить, может быть... Может быть, и успел. Ох, это конечно экшен от Сени был жестко Заканчиваются деньги у НАТО с Винцер Сейчас конечно экономический раунд Нужно сыграть снова пауза Возможно кого-то выкинул Да что ж так, что происходит в этих полуфиналах I don't know I тоже don't know, но Наверное Ну надеюсь, что все будет нормально Лучше сейчас в начале все проблемы будут решены И огонь Дальше будет гореть Эх, Counter-Strike Слушай, насыщенный получается такие два дня подряд Какой Форест? Да, друзья, вообще я завист Сори за Форест, это слым, что ты меня не поправил? А почему не поправил? Я не видел чайник Просто я думал там, ты наверное тот А, из Ногут, да, да, да У меня тоже Приколы Фореста и ты автоматом сработал Да, это реально сработало, аж на двоих Вот так вот нас затроллили, блин Дела, дела, друзья Но извиняемся за такой, конечно, лак Это Карна Форест был Карна Форест Карна Форест Карн меняет ник в 2012 году на Фореста И начинается Дюпель КС Новое поколение Слушай, но почему Вот что-то не нравится Карну Вот То ли снова дидос сервера То ли что-то не так Карн, если сейчас играет с дома То ему, конечно, там может не нравиться Пинк 50-60, который у него должен быть С Лондоном Вот, и Это реально такая Ситуация нехорошая Надо посмотреть, кстати Пинк, я думаю, все-таки Сейчас я, кстати, спалю Сам вообще Что же там у Карна 54, ну нет Там 50 у него 53 у Гзиста Моди 58, 28 Гукс Фрис 29 И полтинник Также вот Звеной трех игроков Маркелов Эдвард Зев С Пингом 50 играют Сеня 28 35 у Старикса Видно, что Марик В Днепре сидит Зев С Харьков Эдвард Харьков Сережа Да, в Киеве Сеня во Львове Львив Львив Эх Ну Ждем Что вздыхаешь, Слен? Да я вздыхаю Я потому, что уже Вот Вчера был интересный матч Мы смотрели Все повисло Сейчас здесь снова Вот так же все виснет Мы смотрим же Народ начинает Паниковать Почему Они ставят паузу Мы же комментировать должны Ага Не Изучать Технические части Овни Или КС Правильно Вот И это уже начинает Напрягать После вчерашнего Просто как-то Это странно выглядит Ну В любом случае Под начало Астроладера Тут ситуация Прояснится Все-таки Если на Овне Не будут продолжаться Проблемы Welcome to Twitch TV Возможно Такое тоже Произойдет ТАФ Сделать Лоу-Квалити Оно есть Но пока что Оно появится Наверное Только после игры Что-то Кто-то Крутит нам Сервера Но он 3D Постоянно Ну да И происходит Какие-то непонятные вещи Кстати Несколько дней назад У меня тоже Был А у меня никаких Лагов нет Я если честно Сколько раз Не писали лаги Никогда не видел Но мы Мы отсюда не видим Не отсюда Не у себя Из дома У меня еще есть там Люди Которые мне дают ссылки Они всегда смотрят Там человек 20-25 И знаешь Все говорят Как? Куда? Как? Если конечно Сидишь там На каком-нибудь МТС Коннекте То да Стрим Ты точно Не посмотришь Противня Но Бывает Что у ребят Хороший интернет Но Знаешь Что-то С трассой Опять же Сегодня пятница Ааа Пятница Это вообще Провал Конечно Для провайдеров Вы понимаете Что в пятницу Все девушки Все девушки После учебы Работы Вечером Перед выходными Очень любят посидеть В интернете Перед клубами И не только девушки Мальчики Конечно же И мужчины тоже И женщины И джентльмены В общем Ну если Бабушки И дедушки Да Абсолютно все Показать тебе Да Наверное Мы будем Смотреть Сейчас На вас Будете Смотреть Мы на вас Так вот Мы проводим Здесь время У меня здесь Есть цивильная Чашечка Мы тут Что у тебя еще есть Дай подвинуться Поближе Давай У меня еще есть Вот такой вот Подарок От одного из игроков Не скажу Кого Нельзя говорить Сенсейчка Изучаю сенсей Стараюсь Можно говорить Можно? Ладно Это смайл Это смайл Да Из нави Дота Вот Отжимаешь мышки Слэм Отжимаешь мышки У дотеров Такие дела Так И давайте Почитаем Что же написано Здорово Так Фнатики позвали На помощь Валеру Есть у кого-нибудь CSGO У меня есть У меня тоже есть Задний фон четкий Это мы только что У танкистов Замутили эту сетку Забрали и накинули Потому что так бы у нас Была белая стена И дверь Было бы некрасиво Теперь у нас есть сетка Только заходить сюда Проблематично Сюда чтобы проникнуть В это помещение Теперь надо как В шалашейке В реакции Крутиться В общем полное безумие Там с вами можно будет Поговорить с фото Сутих Конечно Конечно Вопрос вообще Приходи разговаривая С фоткой Нас Десять долларов Десять долларов За десять баксов За десять баксов Да Да Сфотографируйся С обезьянкой Может быть мы даже Что-нибудь такое придумаем Для тех кто придет Ну может Ну опять же Мне зашли Неудобно на камеру Наверх Смотрели вот так Сфотографируйся С обезьянкой Ставай слэмом Ты тысячи дэч Опа Погнали У нас уже лайф И давайте смотреть За встречей В принципе Кого выбросить Кого не выбросить Навиа В преимуществе заняли Сейчас у них должен быть Такой вот раунд Диглопистолетный А Старикс опять повис Походу Что-то такое Но самое главное Чтобы не было весь матч Проблем с интернетами И вот видите Несмотря на очень Неудачное начало В этом матче Для НАТО Свинсер ФНАТик Вот Гукс Переломил ход событий И теперь уже Практически ничья И 5 раундов концовки Будут очень интересными Мне кажется Игра в атаке Все равно пойдет Под дудку ФНАТик Потому что они Как бы будут уже Здесь Ну явно Фаворитами Вот в первой половине Не спрашивай у меня Почему Просто мне так кажется Я знаю ФНАТик Как они могут Вау Как убрали Зевса Эдвард Маркелло В дом Сеня Ну тут недалеко Все прочекали Зик Дигл наверное Сеня Ну будет пытаться Нет Поставил хэд 4 хэлса У Моди Ну это 5-5 Я не думаю Что смог Опс 5-5 Ну сейчас просто Будут выходить вперед Мне кажется Потому что На Нави эти проблемы Еще накинулись Да и вдобавок К всему Вообще Тускан Очень интересная карта Очень интересно Можно играть за атаку Вот если ты Стабилизируешь свою экономику Вот то что сделали ФНАТик сейчас Теперь вот Очень интересно Как Карн будет Комбинировать раунды И как он будет играть Все таки С сильнейшей командой Нату Свинсер Одной из лучших в мире Ну Защите Защите здесь сейчас Будет уже тяжело Смотри Если этот раунд не берут С деньгами начнется опять хаос То есть как минимум Я все таки считаю Что 9-6 Здесь за ФНАТик В любом случае Должно пробежаться Если Хорошо если я буду Смотри что было В начале Очень быстро Вся команда ждала Раш центр Теперь смотри Очень быстро Степом заходит центр Плюс коты Фриз смотрит спину А в это время Нави там что-то В подвале замутили Ой Открывается моди По центру Минус ящик на котах И это убирает Старикса Со скрипом ворваться Нереально Маркелов ждет контакта Так сейчас Сеня почекает Дастин фу Все Сеня пойдет в коты Заходить в спину Сразу же побежит Ну думаю здесь Карн уже увидел Расположение игроков Команды Вот Эдвард Вот сейчас Зевсу нельзя Ни в коем случае умирать Ну и Сеня конечно же Который будет Одним из ключевых элементов Во всем отбивания точки Так Сеня Ну как же тут так Карн предусмотрительно Все разыграл Минус адкзиста Маркелову не дали открыться Лас остается У нас Зевс И ему здесь будет Не сладко Да он будет сейвить Давай естественно Задача Фнатик уже Как минимум Не дать засейвить Но жестко перемудрились Сейчас если честно С раундом по моему Нави Они пока вот ждали Подвал Такой долгий сплит А Зевс Посмотри как сейвит Хорошо Карн сыграл очень быстро Карн сыграл очень быстро Чек аркады И степом Ой Зевс Тут просто трех человек Отправил плясать Чечетку Но сам взорвался Давай с ней засейвил Ну ничего страшного Я думаю Ну выбил Три оружия Можем посчитать Это Девять Минимум выбил Зевс Ну молочага Молочага Тоже тоже правильно Выбивать вот Девайсу до конца Итак смотрим Тут кстати уже Сколько раундов подряд Скоро нави смогут Братьевайсу Вот уже через этот раунд Следующие два будут На оружии у нави Я это вам обещаю Наверное Если будут проигрывать Даже Смотри на поджим нави Вышли в коты Да это коронный раунд Нави Сейчас будет запускать Под флеш от сережи Вот сейчас будет И флеш с котов Должно пойти Вот и врыв Но это не только раунд Вот сейчас флеш должна Полетить Ну первое делали нави Вообще напускать Ну хорошо Ты просто москву 5 не видел Так Картнгзис Дэдвард Ну тут конечно Такая поля Получается Уже давно Уже как год Так все делают Полтора Так ну что Давай смотреть Вот как сейчас Старик здесь Сыграется перемычки Ну дай бог Может повезет Хедшот поставит Оп 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 Хорош Пробрил гукса Найс Но тут гзист И Ричард не прощает Ничего Как все поменялось На первой карте 7-5 Та послаем Что за уши Бейердинамикс Какая модель Бейердинамикс Какая модель Не помню Поехали Последние три раунда Опять же Сейчас Такая ситуация По деньгам Что должны быть Деньги у нави Даже два раунда подряд Даже если отдают Стопудово Просто придется брать В любом случае То что придется То что получится Взять Они уже подряд Очень много проиграли Ну да Но опять же Я как говорят Вот сейчас Сеня Слушай Понимаешь Вот не факт Но он слышал Слышал Если мы слышали Он тоже слышал Ты что Смотри Выходит Минус Марик Минус Членя О боже мой Фрис его забирает Как коварно Играют Сейчас Фнатик Вот вроде бы Сыграли предсказуемый момент Но что-то такое Пошло не так Походу не слышал Потому что Ну никто не перешлился На двери Никто не снялся Он оставался Спиной к двери Жестят ребята На самом деле Надо Ну видимо Что-то случилось У Нави Еще под весон И Старикса Конечно сейчас Света ломает игру Ну как хорошо Собрались Фнатик Ну Красивейший будет Полуфинал Я ожидаю Этой игры очень много Ой ну Три карты Мы точно наверное Увидим с самого начала Но дальше будет Еще жестче Это будет Кирчнет Искак Это кирчнет Парни Которые Хотят удивить В этом году Весь мир Как я понял Настало наше время Как говорил Блейд Как говорит Бондик Так Минус адгзиста Ну на сейв Эдвард Убили Гзист открылся Минус 2 Ставит прыжок И минус 3 Наверное Сейчас будет в его исполнении Да Это минус Нет Зевс Опять минус 2 Ой Моди забрал Эх Сейвили Сейвили Посмотри-ка 8-5 Еще один раунд И уже будет девятка Здесь Нави должны брать Сейчас снова девайс на раунд И потом уже Можно опечалиться Хотя можно сыграть Один слив Чтоб отдать девятый И побиться за шестой Но видимо хотят на 8-7 Вывести Поэтому Ну борются до конца Все правильно Давайте посмотрим На их остановку Пока Б Тут просто хватает На девайсы Пока Б У нас Старикс Так Сеня центр Вместе с Эдвардом Вроде бы Или я Ошибся Минус Зевс Вот С Зевсом он стоял Сеня Смотри Фомаса давит Из-под Б Запирает сейчас Второй квадрат Столбы забрали Узря Маркелову Жесткая серия В его исполнении В меньшинстве Фнатик И остался капитан Вместе с Ричардом Ой-ой-ой Вот Ричард вешает Здесь в таких раундах Ну это его уровень Два фрага дает Карна убили Сколько хп? 16 хп Осталось Ну можно выдохнуть Пока что Нави И остаться на позициях Никуда не идти Ну смотри Бомбы нет у Гзиста На руках То есть она по-моему Где-то в центре упала Либо была укарана На перемычке И значит Сережа А она наверное Налее И он контролит Сережа Вместе с Маркеловым Итак Смотрим Не ну не должен Не должен Гзист Вот в такой ситуации Его должны потащить Так На шифте прошелся Показал что уходит В респаун Специально Только что специально Было показано Что идет респ Сам пошел на перемычку Ну его просто никто не слышал Поэтому вот этот элемент По его пробежке Хитер-бобер Швеции Однако Какие Ричарды Здесь все Британские Так Ну он на Маркелова Просто сейчас придет Маркелов его отжать должен Не посмотри На Сталикса все-таки Спиной вышел Посмотрел Ну в общем Гзист не знал Откуда ждать И в итоге 86 Ну сломали Сломали Нави Эх Шестерку взяли Да Не дали дать серию Соответственно Девятого раунда Пока не видать Команде Фнатик И последний раунд Первой половины Последний раунд Надо брать всегда Стараться за всех сил С учетом того Что наверное на себя Немножки перетянули Одеяло Могут сыграть 8-7 Ну что для нашей команды Для украинской должно Вот им надо Им надо Им необходимо Брать этот раунд Вы все понимаете Что все-таки Один раунд Отрыва лучше чем 3 И снова пуш Сейчас будет активно Разыгрывать Сразу лоя Того просто под флэш Земс минус гукс Открытие КТ от Фнатик Правильно Слышали райт Сеня сейчас уйдет Перемышка простреливается Моди открылся И ушел На посмотри Моди уже открылся Да-да-да Он там давно вышел Они сейчас тут подсаживают Над Сеней По-моему дают флэш Есенину Сейчас посмотрим В режиме колона Ой-ой Выход в плент от Гзиста Какой хороший Минус членей Флэш центр Опасно 3-4 Красный Сережа И можно сейчас проиграть Бомба ставит Гзист Флэш он слепой Его прошивают Но он ставит Поставил Эх Ну и Найби в ряд вышли Что надо отбивать Сейчас как-то Но Фнатик в позициях Они смотри Просто не дают никак Пробраться Пробраться к себе в упор Один Маркела Против двоих Может взять Он может взять Но он на перекрестной огоне Остался Опять же Это опасная ситуация Очень для него И как видим Гзист здесь не прощает 9-6 Я же говорил Что скорее всего Будет 9-6 Вот для Фнатика Это нормально Ну вот сейчас снова Ошибка от нами У них убивание Могло получиться Ворвались по-моему Чуть-чуть рано И не дождались Не дождались Ну как тебе первая половина Слэм Ну такая половинка Получилась весьма интересная В принципе начали нормально С Нави Вот не понравился тот момент Когда Гукс развернул Нави там конечно не повезло Отдали серию Себе естественно Фнатик стали чувствовать Очень уверенно И разобрались На все 100 просто Процентов Но сыграли 9-6 Это дефолт Я думаю В условиях того Что если сейчас Нави возьмут Первый пистолетный раунд В атаке То они смогут стабилизировать Ситуацию И уже пойти Отталкиваясь Отсчета 9-9 Смогут взять Эту карту Ну если постараются Пока для вас На табло заставка И вы видите Что мы сегодня будем смотреть Пока будем продолжать Наблюдать Естественно За матчем на Вифнатик Это первый полуфинал Тейдж Лапс Капа И второй полуфинал Будет СК Против Киршнет Время центральное Киевское Московское У вас на табло Ну и Сейчас уже наверняка Игроки будут готовы Начать Разыгрывать Этот матч И мы Ну пока Не так сильно готовы Но опять же Вот ждем Что-то там Шведы решили Намутить Второй половине Пошел переход Карна Ну они понимают Что им Просто сейчас Необходимо Выигрывать Слэм просто Выпил всю мою колу Иди вниз На бар Все Беда Рукс Минус моде Минус фриз Какую вы пиццу любите Я люблю Помнишь Мы ели у тебя пиццу Которую покупали с мясом Гетьманская Гетьманская Ждем продолжения Этого матча Слэм меня постоянно Вот напрягает И что-то он хочет От меня Так вот делать нельзя Можно делать так Тафо Мы комментируем матч Все Давай смотреть Давай Давай смотреть Все Ладно Мы возвращаемся К просмотру матча Друзья Оно что-то произошло Между собой Вот Вот Ну и Давайте наблюдать за встречей Что пошли рестарты Пошли рестарты У меня почему-то Опять на карте Никого не показано Ну да ладно Я потом попозже Хат поставлю Сразу сюда на компьютер И все будет Огонь Так Карн Ой-ой-ой Аркада Сейчас будет К3 Коты Карн в центре Сейчас нами Могут здесь сражать На Зевса На Зевса Будет выход Такой прикольный Вообще Укс Все нормально Укс минусует Старикса Слушай Агрессивная первая пистолетка Подвал от Зевса Вот подвал будет пресекать моде На планете Там будет жестко И ситуация Зевс Скрип открывается Чекает план Два пистолета Его моментально ровняют Хорошее начало Для команды Fnatic Швеция сейчас Наверное просто бунтует И попытка стреляться Продолжается Знаешь на самом деле По моему любая команда В матче против Na'Vi Знает что они будут выходить На единицу Но уже как-то просто Ну как-то уже скрип Ну Кубин например Запиливает постоянно дверь Да тут вообще жестко 3 на 3 Друзья Может быть что-то еще смогут Na'Vi вытащить Давайте за Эдвардом посмотрим Все-таки король пистолетов Общая картина Ну все понятно Успы сдалека У нас тоже есть один Юсп И даже два У Синий тоже присутствует Но Маркелов с глоком красный Слишком Fnatic Моди минус Но потеряли Сеню 2 в 3 Нам бы бомбу поставить Маркелов подбирает бомбу Флешка в центре Моди в спину обходит Ну в общем все Закрываем Моди сейчас просто отрежет Фриз минус Маркелов Моди пошел добивать И наверное Ох как Эдвард Успел отпустить хэдшот Моди Да и пушит его Вот он слева Знает об этом Эдвард Они друг с другом Обменялись сюрпризами Эдвард ставит Голова шот 100 хп Картлент Посмотреть надо было Ваня направо убивать Убивать ставить бомбу И брать раунд Ну что такое 10-6 Пользу Fnatic Это эго раунд От Na'Vi Скорее всего Возможно Возможно возьмут деглы Но характер здесь уже Проявлять будет поздно Вот Эта пистолетка на самом деле Взначила очень-очень много Для них Да нормально Это Na'Vi Они будут бороться До конца Поэтому Тут 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 много интриги Сейчас будет На Na'Vi Просто нужно будет пыхтеть И показывать Кто в доме хозяин Кто тут папочка И кто Последний чем Затащил А кто тут мамочка Как кому будет угодно Эх Итак Бзик От Na'Vi Свинсер Полные глоки Вся команда Сливает Сеня стягивается С плентом Возможно хотят бомбу поставить Либо просто будет собирать инфу А пуши Скотов Либо в подвал Непонятно Нет будет собирать инфу Возможно попытаются Лейтом Как-то Возможно Сеня попытается Закрысить А сейчас пойдет пуш Да По дуге Оооо Вот это тромбон Гоу-гоу Na'Vi Как они сносят Просто на все сто процентов Ну Все в руках Na'Vi У Марика Девайс У Марика Девайс Как разводит Гзист Один идет с медла И двое наших на катах Марик На тебя вся надежда Вот это Na'Vi Вот это Na'Vi Друзья Вот это вот Counter-Strike Где вы еще увидите Такой полуфинал В такое время дня И вечера Ой 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 Что он разворачивает Выписывает просто Нереальный Берст через ящик По Маркелову И берется раунд Командой FNATIC 11-6 Но у Na'Vi Уже будет бай Вообще просто Жесть У него не было диффузов И он все равно Успевает Друзья Вы понимаете Что это был мега Я не знаю Мега чутье Что двое в катах Он просто убивает одного И еще добивает берстом Через ящик Просто жестко Вообще конечно Ну ничего не скажешь Против FNATIC В этом матче Они стараются Вот видно По ним Что они стараются В отличии Ну Na'Vi тоже стараются Но что-то начало Как-то просто не пошло Я думаю Что Na'Vi еще смогут Собраться Смотрим за продолжением Красивейшая игра Сумасшедшая Эка раунда От Na'Vi Ну все четко Они Ну задача была в раунде Как бы поставить бомбу Да Чтобы были Не то что поставили А не остались Два в одного И просто вот Ну чуть-чуть не хватило Бывает Там просто не было армора У Маркилова Ему так просто Берст через ящик Был слишком фатально А он попал Два перста через ящик То есть Ну да Ну что смотрим От Na'Vi Медленный раунд Я не знаю Показывайтесь Фрис у нас ВП на банане Тут два фамоса Видите уже Тут в принципе Можно экономику Сломить На два фронта Работает Это как бы Плохой момент Карн в центре ловит с Алекс Я даже не ожидал Что такое может произойти И что Сережа пойдет Там пересстреливаться Фрис дугал Оп зачекал Сейчас фрис зачекал Вот смотри Сейчас Моди выходит Спину нашим стрелять Ну Плохо Холос Оуу Маркилова Ну что-то знаешь Пересидел пацан в контрстрайке Потому что сел Зажал И не убил И не убил Такое бывает Но это конечно плохо Зис Слушай Знаете Железный дефенс пока показывает Карн тут помогает Очень много проблем Возникает у Na'Vi При выходе на точку Б Как видим Ну вот такие потери Конечно серьезные Прошли Прошли И сейчас проблема уже Проблема в том Что здесь бомбу ставить сложно Потому что есть такая штука Как прострел Она Ооо В попытке сработать Зевс Гукса в туалете Ловит фрис Один на один Опасный момент Для Зевса Спрей Это минус фрис Берут Берут Na'Vi раунд Эх Как выстрелили просто Я испугался Думал что Гукс сейчас откроется На план Даст прострел Зевс в планете потерпит Но все получилось как надо И Зевс не подвел свою команду Действительно Ваня играет И вот смотрим на Фнатик Даня играет Даня играет Смотрим на Фнатик Там выбивали из них плотно пушки Помните этот эко с глоками Вот он сейчас выходит боком шведом Денег нет Эко и Ну что Na'Vi могут немножечко подзаработать Старик играет с Галилом Тоже видишь что Плохо по деньгам Какая игра И это первая карта только Дальше будет Трейн И если понадобится Дедас 2 Я думаю вам понравится Фриз Сейчас действительно ты сказал Правильный шанс для команды Na'Vi Не то чтобы ты вообще неправильно говорил просто Ты понял к чему я Сейчас действительно у Na'Vi есть шанс Такой же как был у Фнатик Развернуть немножко игру в атаке И терять на себя одеяло потянуть Попытаться вылезти И может быть Может быть Na'Vi все таки доведут до ничьи Как на Керечной очародали жару Хороший прием от Эдварда Словил в ряд двух игроков Третьего тоже позловил Ну тут серия фрагов от Харьковского дуэта Молодцы Молодцы Погнал второй половине Общий счет 11-8 И совсем чуть-чуть осталось для того чтобы сравнять Да-да 2-2 это хороший счет И давайте наверное глянем на то Что сейчас будет происходить И снова у шведов Там кстати двойной эко Вполне вероятен Так и происходит Будут играть Будут играть с Фриз И сам ВП на БП любому Оно им нужно Итак Давай смотреть Так что Фнатик Посмотри Фнатик решили О, у нас кстати фастраунд Карн один на приеме Ну хорошо А они все в скрипт валяли Посмотри там сейчас вообще четко Ой как открыли скрипт Удачно Тут нет Тут все просто было Очень четко сейчас Сережа скомандовал Просто выйти степом Степом котов массово Там даже без флешек вроде бы выходили Ну вот смотри сейчас будет жесткий Просто такой срыв от Фнатик Три двери под флеш Флеш дает кзист Флеш Опа Выходят и стрельба Ну размен то будет Нет тут что-то членя Членя здесь конечно сделал Своё дело И сработал Мойник мой скилл знаешь И гуляет смело Ну в общем нормально все Два раунда между командами Вот сейчас бы выдержать бы нам шведов В этом раунде И все было бы вообще шикарно Вообще конечно Вот приятно смотреть за любой игрой Команды НАТО с Винсер Пока друзья напомню Завите всех на нашу трансляцию Сегодня для вас Тафос Слэм В течении всего дня Мы в течении всего вечера Вот у нас уже просто день Потому что Ночи Ночи Завите своих друзей на трансляцию Киберарена ТВ Вступайте в группу В стиме Киберарена ТВ И конечно же приложение Киберарена Подчеркивание АПП ВКонтакте Поймали Фрисона под джиммем Извини с вами что перебил Тут уже просто пошли дела У нас ВВП у Сережи И будет пытаться выходить с котов Это будет сплит на Эдвард просто смотрит спину Сейчас кстати к нему идет моди Тут тоже будет дуэль Та же немаловажно Что кто кого убьет Ой план еще здесь был Ой какой тайминг Моди чекает Что никого нету Сейчас смотрите Трое на Апленте уже есть Чтобы давать моди Он чекает И сейчас пойдет ли дальше Подошли уже все под контроль Ну включаем Зиста Он тут Да Гзи здесь на приеме В упоре первый И четыре игрока Готовы вывалиться Гзи спрей минус моди И Маркелов дает размен Надо пробиваться Из дым Старикс поддерживает Сейчас СВП Гукс в принципе Это хорошо организованная Атака на Плэнте Единственное кто мог Здесь еще заставить Встать это Гукс Но Гукса моментально скосили Как газонокосильщик Я не понял что произошло Моди убивался ВП Он в начале раунда Получается была ВП и он взял на дуге Как так? Вот так Это был огонь Это был огонь от Na'Vi просто Ну отлично Отлично Мне вообще не важно Конечно что делали Фнатик Вообще не это важно Но самое главное С чего Что Na'Vi потащили Этот раунд Какая концовка Первой карты Есть девайсы У шведов У шведов денег нет Но вот следующие два раунда Они уже будут играть с оружием По любому А напомним Еще второй половиной Четыре-два Четыре-два Это четыре раунда Подряд от Na'Vi Сейчас эко пятый Да Сейчас будет два бая Подряд И это очень важный Такой игровой момент Трой половины Вот нужно его Na'Vi удержать В дефолту сели Фнатик на эко Не мудрят Вот так же Как и на девайсах В принципе стоят Они сейчас на эко Как-то ничего в голову не придумал Не пришло К карну В этот момент По складам могут быть самые разные По инфе будет играть эко По инфе Ну да Максимально Попытается выжать из него Фнатик То есть здесь Давление будет продолжаться От обоих сторон Так Мне тут уже говорят Он поднял ВП фриса На дуге Потом сменил девайс На кольт Но в начале раунда Фриса там не убивали По-моему Ну не будем уже Да-да Уже все вернемся Может быть Подобрал ВП фриса Ну просто он первый Шел на пуш банан Значит он там Поедет в ЦОП Посмотрим темп Хорошо моди Моди как Джеймс Бонд Маркелов посмотри Тоже так взорвал Сейчас Гуксу голову Лол Ахахахахахаха Смеются шведы Но вот им будет потом Не до смеха Потому что пойдет Серия баев И посмотри на фриса Ой ну фрис Ну раскорячился Ты не убил Ну как что Карн тоже Раскорячился Не убил Они что вместе Один чай пили в 5 часов Маркелов Маркелов слева за углом Сейчас Гзис тут Поставят по голове Да Так и есть У нас ничья на первой карте Это полуфинал Техлапс Кап И друзья Нави Фнатик Очень интересная битва После того как Нави и Фнатик Решат все таки После двух или трех карт У нас будет Небольшая пауза И в 21.30 по Киеву В 23.30 по Москве Начнется игра С участием других Не менее титулованных И лютых шведов Это игра с участием СК и команды Керчнет Керчнет конечно удивляют нас В начале года И за ними тоже стоит посмотреть Очень хорошо играют Эти молодые организмы И конечно Даже СК могут потерпеть Но Опять же там Керчнет Сами говорили Что с поляками им попроще СК конечно сейчас Они просто шведы Ну да Вторая карта будет Вообще Смотри что делает Нави Они также ждут Аркаду на центр Пуш на ноль Сейчас Маркилов Прочекал центр Ну а зачем Зачем менять Эффективные методы На неэффективные Нужно попробовать Поиграть в Так вы сказали За тот раунд Что там убил Эдвард Фрис А Моди уже подбирал Его ООП Окей спасибо ребят Что подсказали При том что тут такая ситуация Что сейчас просто Фнатик не знает Чего ждать от Нави А Нави не знает Чего ждать от Фнатика Ну а Фнатик Смотри что решили Фнатик Поджим Двое поджимают Котов Там же Карн Моди в доме Получил по голове Членер какой Но там не только Членер Смотри Открытие дуга Позднее открытие дуга Фриз оттуда уже убежал Встал на бепленте Сейчас пойдет Пуш по дуге Раскидутся первые флешки Идёт отбывение Дефолта Проход в точку Макелло в качестве открывающего Наловит белого Вот он дым ОЙ ОЙ Ну Плент в дыму надо ставить и флешку дали сейчас фриз туалета может реально реализовать просто свой авиак на все 200 процентов если его не заметят если кто убивает пока что так армфриз вот фриз затормозился все карна убили но зумчик от фриза но не выстреливает зевсу убивает это раунд за нави 12 11 1 раунд преимущество за тайной что медленно у меня просто сейчас чуть сердце не встало за нави как так казалось что все было медленно там просто у нас был слоу моушен и на самом деле там очень быстро получил хэдшот фриз не успел даже выстрелить фазумчик даже без без фазумчика нам просто выстрелить нужно было потому что там вряд ли в кс ты промажешь в упор цвп хотя есть такие люди которые умудряются но в принципе все хорошо что хорошо кончается смотрим пуш от фнатиков игра очень быстрая сегодня пуш на ноль нави готовы они отошли они с респа смотрят троем и очень аккуратно на единицы они как прочитали сейчас поджим от карна молодцы молодцы конечно нату свинцер вот вам и атака она должна быть именно такой нави держать держать настрой в том же духе нужно играть ну да кстати смотрим а переместился старик с капитан на единицу оставили одного ядварда сейчас инфы столько просто балла того что убежали он ничего не дал они и так понимали не пушили ноль что да никто не выходит может быть он слышал это при перетяжке листарик но вряд ли да сейчас не очень удобно будет выходить нави их ждут трое плэнти вот один спине ну смотри кзису до шести пробили вот здесь мог сережа поймать но съел хэдшот да ух какой там прыгучий швед эдвард минус здесь все таки добивают себе спину и вот теперь в упор сережа подсадка в плэнте сейчас будет очень интересный раунд даже не знаю кого там подсаживают маркелова да маркелов сверху флешки маркелов слепой сейчас ой гукс посмотри зажигает подсадку минусует помогает ему гукс минус 4 ой разогнался просто сейчас на все 100 процентов товарищ но стоило наверное маркелова там присесть вот там был ключевой возможно минус если парик раздался подсадки было бы все круто раунд за шведами открылся просто на 5 это надо было видеть вот ты не успел немножко переключиться а я вот именно этот момент просматривал да я даже не знал кого показывать знаешь тут подсадку или маркелова гукса я кстати думал сначала что гукс белый потом отошел он потом отошел ведь всегда лево то изолируется когда идет ну вот такой выход да там были очень хорошие флешки из центра слепили эштегирю маркелова и половина выхода котов и вот с этим были самые главные проблемы но иногда для экономики хорошо один раунд отдать потому что сейчас нету шести раундов подряд проигран команды фнатик а это значит по экономике что они у них все это сбилось и теперь вот если на еще с возьмут девайсы там через раунд снова будет эко но вы видите да фарма судейство там денег нет а фриз с вп просто надо взять раунд и все снова будет вообще будет снова на коне наве давайте посмотрим что придумаете карн что придумал по чекаме единицы посмотри на мидл стягиваются занялись и готовы укрепить мидл фнатик и убрали убрали фриз а сейчас банана самое главное на центре вот сейчас на фрисе в принципе будут скорее всего ключевые размены если она решат сплитовать смотрим за старик сам при слева вот нога не попадает но не попадает серёжа не попадает фриз моде где то получил немножечко в зигзаге пауза он паузы пауза но я исполнил а все это просто какой то но не дружи меня в самом эпичном моменте остановился сейчас один из решающих из ключевых просто моментов вообще на карте и это пауза это только первая карта это только вообще дальше будет вообще жир трейн но после трейна у нас может быть даст 2 конечно шикарные матчи искать кирчнет если честно очень сильно будут будут надеяться на команду кирчнет на то чтобы именно эти ребята дали жару и поборолись как то с искал хотелось бы просто вот чтобы они не отлетели плотно ну что все их результаты вот по ходу этого чемпионата были бы отличны мне тут говорят говори не члене асяне уважай игроков я уважаю просто если у него ник такой написан в большинстве случаев комментатор привыкает к нику авто так вот уже идея разделить экрана а вот мы будем так делать так эти идеи давно были это мы все прекрасно знаем друзья но тут не все так просто реализуется нужно очень много дополнительных но не очень много но нужна дополнительная техника такие вещи что такое сдавать да но на самом деле это все разве это сделать но если нам я тоже знаю как то есть в банке так делают там все по другому там вообще все просто ну вот ему тоже можно кажется нам нужно хорошее качество там немножко не так как танки ну ладно танки просто показывать свои краны по очереди они редко там два экрана в эфир одновременно выводят было бы конечно приятно видеть вообще всех 10 человек на экране можно было делать вот так вот окошки там сверху 5 атаки снизу 5 защиты там хотя бы на долю секунды носит быстро понимали позиции гораздо было даже понять наверно чем с карты все отжали паузу надеюсь там не супер проблемы так 12 12 первая карта полуфинал техлапс кап онлайн и и и и все таки пошла игра что на карна смотрим ему гости он уже видит зевс он уже увидел он уже видел нет нет смотри сейчас здесь бы должен заходить правда моди успевает сместить да и фрис уже перешел давай за карном сарик сарикса в центре минус гук сейчас могут вернуться сейчас вот видишь приказал сережа уйти назад на просто фейкует б но карн все слышит вот здесь вот сарикса открывается сеня сам на фейк пошел и дал минус минус сейчас будет еще моде сеня шьет зевс добивает гиста моди остался один на б падает на плент фриз палатки минус сеня в шоке нави зевс открывается в этот момент по центру и флеш сел моди в центре и дым смотри звено из трех игроков вышло просто спокойно на плент как играют нави насколько это красиво врачи сарик спреет фриса игра с плентом моди не дремлет убивает стрелять с треугольником пошел забирать пистолет и его врывается на эдварда но не судьба не судьба сегодня этому шведу выстрелить в такой ситуации и счет становится 7 3 во второй половине вообще счет 13 12 в пользу команды нави они переломили сейчас в принципе ход события и будут ну жесткие если я и вот теперь смотрим на шведские деньги а там беда там пусто вот почему иногда полезно один раунд отдать а потом взять потом хлоп идите сюда так бы они и бы выдала там снова 300 плюс фраги там как-то фарма с армором берется фарма с первым армором и гранатами тоже берется и фарма с это оружие а так ребята всю спами бегут посевать на единицу ого марик марик здесь за углом минус 2 с глоком вылетает тоже ой смотри как сплясали не не все все пришли 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 харьковчане закрыть закрыли но было жестко конечно молодцы друзья 18 марта мы будем мега химках 18 марта ждите ждите мы приедем итак 2 раунда остается того момента когда нави заберет первую карту но смогут ли парни допушить вот чем вопрос у фриса есть а у п у фнатик есть деньги это наверное вот тот самый смак сейчас пойдет у скана ну что за кем смотрим коты быстро серёжа с в п летит посмотри степом степом чекает близко никого сейчас у него больше инфы старикс он помазал мог поймать мог поймать сейчас у него игрока двое с в принципе там скрип есть девс минус карн в этот момент в каналке все огонь 25 кп осталось старикса минусует открытие на центре от маркелова планируется грандиозное его задача там вроде сбрить моди вроде там должен стоять моди нет там центр вообще пустой это мой лак на карте но ничего страшного ты жмет гукса маркелов это время заходит в план а где гзист я не вижу он что сверху на ящике сидит да 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 гзист центр спалил ноги чекает центр где маркелов вот он минус от маркелова проснулся влетел в плент надо убивать коты минус гукс все огонь у нави остается а вп это фриз и моди который спешит с б плента быстрее на спускается по лестнице если он сможет застать врасплох длину то эдвард он не вышел на фриса и успел дать ему хаев какая хаев какая хаев летела от эдварда и все охота за моди теперь будет но моди один и пошел сейвится на зиг в принципе это его изначальной оппозиции была забирает эдварда но тут инфа плюс двух сторон закроет от бомбы конечно уходить не стоит я думаю надо надо сейчас гопать моди надо забирать этот кольт лишать девайсов шведов полностью на последний раунд это но это все понимают это то что необходимо сделать сейчас украинской команде есть минус есть минус друзья все шикарно матчпоинты на первую карту у нави три матчпоинта и вот теперь теперь балалайка в руках команды фнатик я говорю о фамасах одна вторая третья беда дигл две флешки самый страшный бай если честно когда команда против тебя в последнем раунде с диглами как загнанные звери в углу просто очень опасно под флеш коты будут выходить сейчас как бы тут марика не ослепили и не выскочил с диглом гукс ну смотрим сейчас будет этот элемент сейчас флеш ахаха не успели ой 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 зевс еще дотопил вместе с мариком то как они синхронно сыграли хорошо вот просто не успели дать флеш ну что это такое провал опоздали на секунду капитан негодует друзья ну это 16 очко просто фри раунд для команды нави первая карта за ними тафа просто вот что произошло до 2009 года украинские команды не могли собраться по ходу матча с топовыми командами то есть если начинали хорошо то могли там знаешь как это побороться ну да если начинали плохо то это уже понятное дело что не соберутся сейчас все по другому минуту перерыва я думаю все таки мы уйдем на перерыв перед второй картой немножко передохнем потому что игра была действительно очень жесткая красивая и оставайтесь друзья с нами никуда не уходите прямо сейчас немножко музыки отойдем от этого всего экшена на вашем табло появится счет по картам никуда не уходите и приглашайте друзей на трансляцию теперь мы став и коменте вместе и все это на кибер арене и только на кибер арене когда будет старладдер будет вообще просто ураган всего интересного классного да будет вообще все шикарно когда будет старладдера когда еще кс пойдет это будет что то все в одном месте вам будет удобно ну что ж небольшой перерыв мы скоро возвращаемся к вам в эфир оставайтесь с нами дальше будет еще жарче еще столько матчей сегодня друзья